Всем привет! Сегодня я продолжаю делать бизнес на детской мебели, и в этот раз я делаю также детскую кроватку размером метр шестьдесят на восемьдесят, классическая кровать, и за основу возьму сосновый мебельный щит. Теперь быстро давайте пробежимся по стоимости материала за эту кроватку. 4 бруска 40 на 40 миллиметров длиной 1 метр, цена 85 рублей штука. Мебельный щит размером метр восемьдесят на сорок сантиметров, цена 900 рублей. Также 4 щита размером 80 сантиметров на 30 сантиметров, цена 300 рублей штука. Таких нам нужно 4. Латы, или как их еще называют ламели для кровати, я покупал в специализированном магазине для мебельщиков. Комплект из 13 штук обошелся приблизительно в 500 рублей. В магазине Оби, чек из которого я показываю, такие ламели также продаются, но стоят они 100 рублей одна штучка. Для первого грунтовочного слоя я использую краску подешевле, а для финишного марки Дюфо, также на водной основе. Ну и без шпаклевки и клея нам также не обойтись. И первое, что я делаю, это распускаю мебельный щит на нужные мне детали. Весь процесс распила материала я не стал показывать, потому что холодновато. Думаю, и так будет все понятно, если посмотреть на чертеж этой кроватки. Основа ящиков это фанера, которая была в наличии. Ну а фасады выполнил из мебельного щита. Бруски, которые пойдут на ножки кровати, не идеальны. Так что отрезаю их по размер, прогоняю через рейсмус и снимаю фаску радиусной фрезой. Ручки на фасадах выполнил так же, как и в прошлой кровати. Сначала вырезаю лобзиком, потом по шаблону подгоняю все копировальной фрезой. Также снимаю фаску со всех сторон. На ящики у меня пошла в основном 9-мм фанера и пара кусочков 15-мм фанеры. Далее я нарезал два вида рейк толщиной 12 мм. Те, которые поуже пошли на малые изголовья, их вышло 12 штук, по 6 на каждое изголовье. А те, что пошире, пошли на длинные изголовья. Их вышло 9 штук. Все дефекты и неровности на материале я замазал шпаклевкой по дереву и зашлифовал 180-м зерном. Размечаю отверстия под рейки. Сначала я отмечаю центры отверстий. И так как ширина малой рейки 36 мм, я откладываю по 18 мм влево и вправо. После переношу разметку на ответную полукруглую часть изголовья. Для того, чтобы выфрезеровать отверстия... Ничего себе, с первого раза. Для того, чтобы выфрезеровать отверстия для рейк, я сколотил небольшой кондуктор, по которому будет ходить фрезер с 12-мм фрезой. Если знаете, то в комментариях напишите, каким еще способом можно было бы сделать такие отверстия под рейки. Субтитры сделал DimaTorzok Элемент изголовья клеил на ПВА. Чтобы соблюсти ровность изделия, я ориентировался по прямому углу столешницы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы отверстия в ножках были ровные, я сделал разметку с обоих сторон и засверливался поочередно. Сначала с одной стороны до середины, потом с другой до конца. С помощью копировальных втулок с острым наконечником я перенес разметку отверстий на внутреннюю часть изголовья. По этой разметке я засверливаюсь 8-мм сверлом, чтобы закрутить в них врезные гайки. Дополнительно я немного подливаю суперклея в отверстия. Форма ящиков у меня уникальна. Ну ладно, может и не уникальна, но точно проста и функциональна. Хотя лучше я не буду давать своих оценок. Посмотрите сами и напишите в комментариях, оправдывает ли она себя. Процесс покраски я также не снимал, потому как жалко камеру, очень пыльно. Просто скажу, что красил обычным компрессором в два слоя. Напилил два бруска 35 на 35 миллиметров длиной метр шестьдесят. Как раз на них и будут крепиться латодержатели. Продолжение следует... Хоть кровать и выдерживает мой вес, но диагональной жесткости ей совсем не хватает. Поэтому закручиваю у изголовей по две фанерные рейки. Осталось пристрелить латодержатели и установить сами латы. Фасады я прикрутил на черновую. Скорее всего придется у заказчика их еще раз переустанавливать, потому как ровность пола у всех бывает разная. Ну и давайте подведем небольшие итоги данного проекта. Эту кровать у меня заказали за 15 тысяч рублей. Из этих 15 тысяч около 5-6 тысяч я потратил на расходные материалы. Почему около 5-6 тысяч? Потому как фанеру я использовал та, которая у меня оставалась. И также мне пришлось докупить еще одну банку краски. Плюс врезные гайки, болты, 8 колес для ящиков. Такое ощущение, что на расходники ушло чуть ли не половина всего бюджета. Так что буду дальше искать идеи для моделей детских кроватей. Если ролик вам понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем ролике. Пока!